Запретить, чтобы спасти. В регионе работают над законопроектами по ограничению розничной продажи никотиносодержащих веществ, речь о снюсе, синтетическом жевательном табаке. Жевательные смеси стали популярны среди подростков благодаря их доступности. Опасные для здоровья, различные язвенные поражения, слизистые оболочки, разъедают органы пищеварения, негативно влияют на сердце. И это далеко не полный список последствий. Это не просто вредная привычка. Поголовное увлечение снюсом преподносится как мода, а это уже можно расценив со стороны провокаций, подрывной деятельности и разрушительного смысла. В отношении нас существует огромное количество провокационных действий и даже войн на уничтожение. Я веду разговор о снюсах. Уже разработаны два законопроекта ограничений. Под них попадает вся продукция, которая содержит никотин, неизвлеченный из табака и табачных изделий. За нарушение закона предполагается административная ответственность в виде штрафа для физических лиц в размере от 30 до 50 тысяч и для юридических до 150. Правоохранительные органы сейчас должны провести ряд трейдов. Знаю, что целый ряд общественных организаций, в том числе Совета Атсу, готовят трейды. Я думаю, абсолютно правильно, что губернатор обратил сейчас внимание на эти моменты. Нам все вместе надо навалиться на эту проблему и комплексно решать. Запретить продажу снюса несовершеннолетним мало. Если его по просьбе купят добрые дяди, передадут детям. Большинство общественников считает, действие рассматриваемого закона нужно расширить и на совершеннолетних. К тому же есть деликатный момент. Запретный плод всегда сладок. И профилактика отказа от табака может обернуться всплеском его популярности. Принцип один – не навреди. Если мы будем активно говорить, что так и разъяснять, что такое снюса, спасть, ну условно, да, мы еще больше можем вызвать интересы у детей, попробовать заинтересоваться. Здесь очень надо тонко подходить с учетом психологов, именно как это нужно делать. Проблема терроризирует не только Ульяновскую область, вопрос тревожит всю страну. Соседи в Пензенской области уже приняли законопроект о запрете отравляющего вещества. Ульяновские специалисты планируют наладить контакт с коллегами из Пензы, перенять положительный опыт. Радикальные меры оправданы. Здесь уже нужно волевым решением, Тверская область, не помню, сказали. Завтра же дня просто запретить продажу и все. Ну мы найдем, мы просто найдем способ, как, если будете продавать, мы просто найдем способ, как, да, вас там наказать, ну, по другим, другими инстанциями, там, и проверяющими органами. Здесь только волевое решение, все. В кратчайшие сроки два законопроекта скорректируют и уже в январе 2020 года отправят в областное ЗСО для обсуждения. Нужны максимальная концентрация и учет каждой детали, когда вопрос безопасности касается наших детей. Максим Бажанов, Екатерина Терещенкова, Алексей Слипченко, репортер 73. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова